В этот день, ровно 50 лет назад, запущен первый искусственный спутник Луны. Что это был за спутник и какие новые знания дал он советским ученым? Об этом наш сюжет. Обратная сторона Луны всегда притягивала внимание землян. Еще до полета в космос считалось, что там живут лунные люди. Поэтому событие, случившееся ровно 50 лет назад, 31 марта, стало главной новостью всех средств массовой информации. Советский спутник «Луна-10» стартовал в ракетоносителе «Молния-М» с космодрома Байконур. Через три дня он закрепился на орбите естественного спутника Земли. И продержался там почти два месяца. Десятый спутник он провел в течение 56 дней на орбите. Затем в конце мая 1966 года он упал на поверхность Луны. То есть это был первый спутник, который действительно смог в такое продолжительное время находиться на орбите Луны. Таких длительных исследований поверхности Луны еще не проводилось. Предыдущий спутник, запущенный двумя месяцами ранее, смог продержаться на орбите всего трое суток. Конечно же, аппаратура никакой жизни на Луне не обнаружила. Но это событие позволило строить дальнейшие планы по освоению космоса. В этом году должна была стартовать лунная программа. Ее отложили на два года. Итогом этой программы должно было стать строительство на Луне обитаемой базы. С 40-го года по наилучшим прогнозам полагается, что будет развитие и строительство базы на Луне, то есть где будет находиться обсерватория, где же действительно ученые могут получить наиболее точные данные о нашей Вселенной. Ученые полагают, что лунная обсерватория позволит еще глубже изучить историю образования планет, их характеристики и даже использовать полезные ископаемые.